приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание соли и поговорим о том что ни в коем случае нельзя делать с солью чтобы не привлечь свою жизнь нищету безденежья особые проблемы в доме а также поговорим о правилах обращения с солью для того чтобы вы знали как правильно вести себя в той или иной ситуации поэтому обязательно досмотрите это видео до конца будет много полезной важной нужной и интересной информации для каждого человека а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации соль обладает достаточно сильной энергетикой а также уникальными качествами и свойствами с помощью каких она и способна нам помогать в разных ситуациях учение о том что к ней можно обращаться за помощью и что она используется во многих обрядах во многих ритуалах чистка говорили наши предки и эти знания передавались из поколения в поколение но к сожалению за этот период времени много чего утеряно соль способна привлекать потоки положительных энергий а также с ее помощью вы возможно можете убрать какой-то сильный негатив и даже избавиться от него сейчас тем чтобы достать соль нет никаких проблем потому что она продается во всех магазинах супермаркетах на рынках и купить ее можно абсолютно в любое время да и стоит она не тех денег как когда-то раньше и с ее помощью можно не только привлечь в свою жизнь хорошие изменения но и используя и обращаясь с ней неправильно вы тем самым можете привлечь негативной энергии а также вообще перекрыть созидательные энергетические потоки и тогда с какого-то момента вашей жизни могут начаться разного рода неприятности проблемы в личной жизни проблемы со здоровьем неудачи и что немаловажно для многих людей это отсутствие денег и к сожалению мы не всегда понимаем сразу что стало для этого причиной и начинаем продолжать проделывать какой-то степени одно и то же действие чем делать ситуацию чем делаем ситуацию вокруг себя еще намного хуже поэтому чтобы не допустить таких неприятных ситуаций в своей жизни и не навредить себе лучше сразу придерживаться этих простых правил и тогда ваша жизнь будет идти в нужном для вас русле и не огорчать вас неприятными событиями и так что же нельзя делать в отношении соли но во-первых никогда соль не давайте в долг этого нельзя делать все потому что соль она впитывает энергетику которая ее окружает соответственно она впитывает и энергетику вашего дома а когда вы ее кому-то отдаете из дома то с ней вы и отдаете все хорошее что в вашем доме есть это изобилие достаток благополучия здоровья и человек забирает вместе солью все ваши к себе а когда он человек будет возвращать неизвестно с какой энергетикой он принесет эту соль ведь вы не можете знать что у данного человека на данный момент творится в душе какие помыслы в его голове и какой энергетикой пропитан его дом поэтому лучше не рискуйте и откажите в такой просьбе вообще кроме того соль сегодня продается в любых магазинах и каждый человек может подойти и купить она не стоит каких-то баснословных денег далее никогда не храните соль в открытой емкости потому что соль она им она впитывает всю энергетику что ее окружу окружает и если к вам в дом попала негативная энергетика она точно попадает соль сразу вбирает ее в себя а вы ее используете в приготовлении еды и будете вместе с едой распространять этот негатив между всеми членами вашей семьи и сожалению со временем это не сразу происходит они происходят в один момент а начинает она накапливаться и происходит определенный взрыв и у вас начинаются проблемы и неприятности далее если у вас за столом кто-то из гостей просит передать солонку просто падать пододвиньте ему ее но ни в коем случае такую солонку солью не передавайте из рук в руки ведь так вы обменяете с этим человеком энергиями и потеряете свою и притянув чужую обретете все то что возможно у этого человека есть в негативном те же несчастья проблемы и беды которые будут преследовать вас никогда не старайтесь этого делать пожалуйста вашем доме всегда должна быть соль не допускайте того чтобы она заканчивалась внимательно следите за этим вопросом ведь если ваш дом пусть даже на маленький период останется без соли и познайте о том что из вашего дома уйдет благополучие всегда сами покупайте соль и приносите ее сразу домой ведь если вы будете долго носить ее за собой вы можете встретиться на улице с людьми которые имеют вокруг себя разрушительную энергетику и принеся ее после такой встречи в дом вы принесете и эту энергетику которая испортит особую энергетику вашего дома и притянет в него конфликты знаете лучше всего если вы будете покупать сразу и соль и хлеб и сразу идти с этим домой потому что в таком вот союзе вы сами в свою жизнь в свои руки привлекаете изобилие и благополучие а вот рассыпанная соль означает что в вашем доме присутствуют негативные энергии а неосторожное действие солью еще больше усилит негатив вас могут начаться ссоры между членами семьи поэтому чтобы этого не допустить на рассыпанной соли сразу нарисуйте круг и скажите такие слова защитный круг рисую я негатив с его помощью оттолкну а положительные энергии на его место притянул это действие не только защитит вас от неприятных ситуаций которые могут возникнуть вашей семье но и заменит все негативные энергии на положительные а чтобы в вашем доме никогда не было проблем с деньгами всегда когда вы будете накрывать стол первым делом ставьте на него соль и при этом скажем говорите всегда такие магические слова первым делом на стол соль кладу денежную энергию этим действием притяну как только вы возьмете это за правило у вас никогда больше не будет проблем с деньгами также никогда не принимайте в дар солонку потому что от этого подарка нужно сразу отказаться ведь такой подарок вашем доме ваш дом приносится с определенным умыслом и этот ум из умысел как правило плохой и с ней в дом приносятся проблемы со здоровьем проблемы в различных сферах вашей жизни а вы насыпая в такую солонку соль усиливаете вложены в нее негатив и с каждым днем все больше увеличивайте его силу что в результате приведет к тому что ваша жизнь или жить жизнь кого-то из вашей семьи изменится не лучшую сторону и все будет зависеть от того кто больше всего ней пользуется ведь этот человек больше всего будет вбирать в себя весь этот негатив друзья как видите это достаточно простые правила но соблюдая их вы сможете не навредить себе и своей семье вы сможете обойти определенные неприятные ситуации и что немаловажно вы не привлечете негатив который принесет для вас какие-то нехорошие последствия поэтому все таки как бы и не было соль с одной стороны мы ее используем только на кухне но с ней солью нужно обращаться очень осторожно и продумывать все действия которые будут происходить с ее участием потому что энергетика соли как вы видите на очень сильно и чтобы использовать ее в нужном направлении нужно знать эти правила и соблюдать конечно поэтому придерживайтесь их и у вас все будет точно хорошо и тогда вам не за что будет переживать не в своем доме не в своей жизни обращаю ваше внимание когда вашей жизни происходят какие-то определенные негативные ситуации это не значит что после этого наступит то или иное действие вы должны понимать что все имеет накопительный эффект до рассыпав соль один раз не произойдет ничего ужасного но если видите что это действие у вас повторяется вам нужно об этом задуматься конечно же никогда не старайтесь никому давать в соль не в долг не как-либо другим образом есть даже такая традиция что на свадьбу дарят молодоженам соль знаете что пусть это вот с этой соли уйдут все проблемы и несчастья но здесь совсем другая ситуация и это другая совсем традиция с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья проверьте включен ли у вас колокольчик и все уведомления обязательно ставьте лайк этому видео таким образом между нами происходит определенный энергии энергетический обмен и обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация если там будет полезно и важно